МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Махачкале стартовал форум молодых соотечественников. Участниками стали дагестанцы, которые проживают в разных уголках нашей страны и даже за рубежом. На открытии присутствовали первые лица республики. О форуме и о том, что ожидает его участника в сюжете Хамзы Нурмагомедова. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Буквально вчера в Нижневартовске Дагестане спас девушку из горящей квартиры. Таких соотечественников, которые проживают за пределами республики, сотни тысяч. И одно из направлений форума, по словам организаторов, сохранить и воспитать в них культуру родного края. Именно им надо развивать отношения с исторической своей родиной, то есть республикой Дагестан. Им нужно узнавать, потому что новые, которые родились, молодые люди, которые за пределами республики Дагестан, им нужно и важно знать историю Дагестана, культуру Дагестана, язык Дагестана. Мухаммад Аварий родом из села Севух. Его родители переехали в Сирию, где он и родился. По причине войны семье пришлось перебраться в Америку. На форум приехал с особым желанием. Я впервые приехал на родину в прошлом году. Мне здесь очень понравилось. У меня оказалось очень много родственников. Я не ожидал, что культура здесь настолько богатая. На церемонии открытия участия приняли глава региона, представители МИД России, духовные лидеры, а также именитые спортсмены. Владимир Васильев отметил заслуги дагестанцев перед Отечеством. Отдельно поблагодарил соотечественников, которые прославляют республику и инвестируют в средства на развитие родного края. В наших земляках расширяется экономическое соотношение. Наши республики, зарубежные страны употребляются культурные, научные и образовательные связи. Я бы сказал так, что наряду с огромным потенциалом, природным, человеческим, мы еще и обладаем потенциалами наших соотечественников. Мы, наверное, еще не до конца его скользим. И я думаю, что сегодняшняя встреча – это наш шаг в этом управлении. Я бы хотел поблагодарить сейчас тех наших соотечественников в Казахстане и не только, которые в Бахтынском и Хивирском районах, в республике построили садик на 80 местах, в Бахтынской области, в Медицинский центр, в САМО, возвели водопроводки и создали другие социально значимые люди. На форум прибыло более 300 человек из регионов России, а также зарубежья – Турции, Англии и Франции. Всего представители 21 страны. Форум продлится еще два дня. За это время пройдут пленарные заседания и дискуссионные сессии. Помимо образовательного блока, ребят ждет экскурсия в Дербент и увлекательная программа на берегу Каспийского моря. Активисты регионального отделения ОНФ обеспокоены судьбой лагеря «Маяк», принадлежавшего воспитанникам детского дома номер 7 для детей-сирот города Избирбаш. В 2014 году решением бывшего министра образования и науки Шахабаса Шахова работа лагеря была остановлена по неизвестным причинам. Уже много лет воспитанники проводят летний отдых в Буйнакском районе. В настоящее время все объекты лагеря «Маяк» находятся в заброшенном состоянии. Спортивные площадки постепенно разрушаются. Представители образовательного учреждения уверены, что региональные чиновники хотят захватить территорию лагеря и пустить под строительство частных объектов. Летний период, бывшие воспитанники, которые учатся в институтах, техникумах, они возвращаются в другие лагеря до 14 лет, принимают, потом посменно. Они приезжают себе как в дом. И здесь ухаживают за всеми, за цветами, за деревьям, которые они сажали, маленькие совсем. Здесь ничего не было, пустыни было, когда я принял. Мы сегодня выехали на место и убедились, что на самом деле детский лагерь, в котором проводили летний досуг и отдых, десятки детей и сирот на сегодняшний день простаивают. Как выяснилось, с 2014 года лагерь закрыт, а детей из детского дома увозят в другие лагеря, в частности, в лагеря Буйнакского района. Поэтому мы озабочены этой ситуацией и будем обращаться к руководству республики, соответствующим органам исполнительной власти региональной, чтобы этот лагерь восстановили и вернули для детей. Кроме того, что в этом лагере отдыхали дети-сироты из города Избирбаша, сюда приезжали налетые и дети из других республик, в том числе из Кабардино-Балкарии, Сечен, Гушетии и тогда еще. Дагестанских чабанов выселяют из Ростовской области. Проблемы семьи Исаевых начались с того, что их вызвали в колхозную контору и, пользуясь юридической неграмотностью, попросили подписать документ об уходе из сельскохозяйственного кооператива. Пообещав, что зарплату они будут получать до конца августа 2011 года, а затем, когда руководство получит новое поголовье, их снова введут в статус СПК. Но этого не произошло. К Исаевым начали приходить люди в погонах и требовать выселения. На реконструкцию канала имени Октябрьской революции направят 330 млн. рублей. Минмилео Водхоз объявила тендер на проведение работ по модернизации гидротехнических сооружений. Согласно проекту, предполагается охватить работами свыше 140 км канала, на которых будут проведены работы по очистке дна от ила, ремонту затворов и подъемников. Общая протяженность канала, напомним, составляет 263 км. Работы планируется завершить к концу 2020 года. К слову, в последний раз реконструкция объекта проводилась в 80-е годы. Стартовал международный молодежный форум «Каспий». В республике он проходит седьмой раз. Его участниками стали около 700 человек. Это представители молодежи Республики Дагестан, регионов Российской Федерации, прикаспийских государств, а также стран ближнего зарубежья. Ребята заселились в санатории и рассказали нашей съемочной бригаде о своем настроении. Патимат Ханапова продолжит тему. Здесь с самого утра встречают молодых и активных со всей России и не только. Форум «Каспий» в этом году значительно расширил географию. Его участниками стали жители более 50 регионов и граждане 9 зарубежных стран. Приехали даже с острова Мадагаскар. А вот можешь рассказать о том, что ты ожидаешь от форума? Хочу, чтобы у меня было много друзей. И чтобы я могу рассказать о моей культуре и узнать о других странах. Комната очень хорошая, понравилась. Это точно. И еще наши кураты красивые и очень добрые. Уже есть в Дагестане знакомые. Мы на разных форумах пересекались и хотелось их еще раз увидеть. Впечатления, конечно, нереальные. Где только не бывало, на каком форуме. Такого я еще не видела. И все понравилось очень сильно. Мы будем жить в номерах, в комнатах, уже не в палатке. Не будет очередей в душе, как обычно мы привыкли. Организаторы форума отмечают. Изменилась не только география, но и программа. Она будет в этом году насыщенной и разноплановой. В течение четырех дней участники будут посещать образовательные площадки по направлениям. Молодые лидеры, молодые медиа и молодые предприниматели. Участников форума также ждут творческие и спортивные мероприятия. Встречи с вип-гостями и этно-тур по Дагестану. В этом году мы решили собрать все в единое, все, что лучше было на всех предыдущих форумах. И скомпоновали новую образовательную программу, новую деловую программу, новую альтернативную программу. И она очень широко будет представлена в плане возможностей для молодежи. Организовано более 20 площадок альтернативных, которые будут развлекать всю молодежь. И каждый желающий, каждый участник этого форума найдет, чем себя занять даже в свободное время. И обещаю, скучно не будет. Каспий-2019 стал самым масштабным форумом в истории республики. Более тысячи человек отправились заявки на участие. Однако в связи с ограниченностью мест, конкурсный отбор прошли около 700 делегатов. Банк России проведет в Махачкале день открытых дверей. Посетители смогут почувствовать себя инкассатором, поддержать в руках огромный мешок зарплаты, воочию увидеть агрегат, считающий монеты. Кроме того, гостей научат определять подлинность бумажных банкнот. У каждого будет возможность поддержать в руках банку с миллионом, сделать селфи с огромными банкнотами. Посетителей также ждет увлекательное соревнование по лепке из глины знака рубля. Также специалисты расскажут о преобразовании рубля за 20 лет от бумаги к полимеру. Для того, чтобы попасть в музей, необходимо предварительно записаться, подав заявку на официальном сайте банка. В этот день каждый житель республики может узнать, как правильно спланировать свои доходы, расходы, как правильно пользоваться дистанционно-финансовыми услугами, как защитить свои права как потребителя. Хорошее настроение и море позитива. Накануне в Доме дружбы состоялось открытие региональной лиги КВН. На суд зрителей и жюри свои юмористические заготовки представили 10 команд с разных уголков республики. Это представители различных вузов и СУЗов Дагестана. Подробнее о том, чего ждать в новом сезоне КВН в сюжете Карины Баталовой. После долгого перерыва клубы веселых и находчивых снова в деле. Причем в рядах дагестанских КВНщиков много новичков. Около половины команд впервые на сцене, но удачные шутки не заставляют себя долго ждать. Публика встречает юмористические зарисовки, смехом и аплодисментами. Кстати, в зале аншлаг. Пропустить первую игру в сезоне – дело досадное. К сожалению, билетов не хватает, и мы даже подумываем переехать в более просторное помещение, если позволят, конечно, нам наши возможности. Но благо, пока есть такие друзья, как Султан Трамов, директор телеканала ННТ, Радио Ватан, строительная компания «Монолитстрой», «Мави», которые поддерживают нас. Тех, кто пройдет в следующий этап турнира, выбирают не зрители. Свой вердикт выносят члены жюри. На этот раз в их составе не только известные КВНщики, но и спонсоры мероприятия – строительная компания «Монолит-05». Сегодня мы, группа строительной компании «Монолит-05», пришли на открытие сезона, поддержать нашу молодежь, поучаствовать в данном мероприятии. Сегодня я в качестве жюри спасибо большое всем организаторам за данное мероприятие. Мы поддерживаем любые начинания нашей молодежи, и КВН не в исключении. Очень приятно, что группа строительных компаний «Монолит-05» в очередной раз поддерживает нашу молодежь и дает ей возможность вот так замечательно проявлять себя на сцене, потому что мы знаем, что огромное количество КВНщиков вчерашних сегодня снимают фильмы на российском уровне или что-то невероятное делают. Ну, действительно, взять тех же махачкалинских бродяг, каждый из участников сегодня проявляет себя в разных сферах, и это действительно поднимает рейтинг нашей республики. Дагестанская лига КВН состоит из пяти игр. Команды, которые прошли этот этап, смогут поучаствовать в одной-восьмой. Вне соревнований проходит команда школьной лиги КВН «Не по-детски». У нас есть небольшой такой презент нашей компании. Это команда «Не по-детски». Двухкомнатная гвардина. В будущем и это. Спасибо всем большое. Ваши аплодисменты, друзья «Не по-детски». От «Монолитстрой» для вас одели кубок уже весь. Впереди еще четыре игры. В конце сезона уже в декабре пройдут финальные соревнования клуба «Веселых и находчивых». По итогам одна команда-победитель поедет на международный фестиваль команд КВН «Киевин». Карина Баталова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Это были все новости к этому часу. Еще больше информации вы можете отслеживать в наших социальных сетях. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч.